Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. В сегодняшнем видео мы вместе с вами будем распаковывать и знакомиться с очередной новинкой 2022 года от бренда Bracar из линейки Nitarre de Felicita и парфюмерная композиция называется Spumante. Хочу вам сказать, что до этого парфюма я по собственному, так сказать, опыту, почитав, наверное, ароматные пирамиды, собственно, в интернет-магазине Rendezvous, заказывала два аромата из этой линейки. Вообще, в этой линейке выпущено четыре аромата, и вот у меня есть три, то есть Тартуфа, обзор у меня на него есть, и Сорбетта. Тартуфа мне очень понравился, я его рекомендую всем, кто является почитателем таких вот специевых парфюмерных композиций, ну, что-то такое приближенное к нише. Тартуфа очень красивый аромат, причем они красивые за свои деньги, цена за эти ароматы не превышает 500 рублей. И Сорбетта, да, Сорбетта подойдет молоденьким девочкам, ну, и женщинам любого возраста на лето. В общем, для тех, кто почитает Эскады, да, Тартуфа уже более такой осенний, серьезный аромат. Он подойдет для тех, кто является поклонником бренда Tom Ford, что-то такое, да, Serge Lutas, ну, и для того, чтобы посмотреть, как можно выпустить специево-цветочный вот такой парфюм по доступной всем цене. Еще раз повторюсь, цена на эти ароматы ниже 500 рублей, да. Ну, и к тому же, как всегда, я предоставляю вам новый персональный промокод интернет-магазина Рандеву. Этот промокод действует только один раз, поэтому у меня практически в каждом видео новенький промокод и для себя, и для вас. Этот промокод дает скидку в размере 10%, суммируется со всеми акциями-скидками на сайте, действует при покупке от 2,5 тысяч рублей. На это нужно обратить внимание, и также нужно обратить внимание, что сейчас в интернет-магазине Рандеву проходит распродажа бархатный сезон. Скидки достигают на парфюмерию и косметику 50%. Итак, да, ну что, давайте посмотрим с пуманты, да. С пуманты я уже приобрела по отзывам блогеров, многие обозревали эту линейку, многим этот аромат понравился, собственно, да. И лимончелло. Ну вот лимончелло, это четвертый аромат из этой линейки, которого пока нет в моей коллекции. Про него как бы отзывы разделились, но я думаю, что... Ну вот кто-то говорит, Татьяна Миронова, например, что вау, а Мария Вышель говорит, что не вау. Ну вот там единого мнения нет про лимончелло, этот лимонный аромат. Я подумала, что цена небольшая, может быть, в следующем заказе в интернет-магазине РНДО, я его доложу в корзинку, так скажем, да. Ну, чисто для обзора. С пуманты. Ода туалет, очень красивая коробка, надежная слюда, с пумантой, освежающей итальянское игристый вино с изысканным послевкусием и так далее и тому подобное. Собственно-то по описанию и ароматной пирамиде этого аромата можно сделать вывод, что это будет цветочно-фруктовый аромат. Ну что, нужно, конечно же, самой совсем познакомиться, потому что отзывы опять у всех субъективные, отзывы всех блогеров отличаются друг от друга и хочется самой вот это почувствовать, тем более, что за небольшую цену. Куда я одеваю аромат от бренда Баракар, можете вы меня спросить, я вам просто отвечу, что некоторыми я действительно пользуюсь в летнее время года, некоторые я использую как рум-спрей, да, в различных помещениях. И это очень замечательно, потому что парфюмы достаточно стойкие, но не чрезмерные, они не перегружают аромат в помещение, так скажем, довольно-таки быстро, через час испаряются, но вот хотя стойкость на коже у них довольно-таки хорошая. Ну, как мэр, торжественное снятие слюды, кстати, обратите внимание, тут даже QR-код есть, ну и такая довольно-таки живописная коробочка, которая изображает виноградные гроздья на картинке, да, виноградную лазу. Ну что, давайте вместе с вами откроем и посмотрим, как это пахнет. Кстати, коробочка тактильно очень приятно ощущается в руках, она такая, знаете, как будто бы немножечко рифленая. Так, ну что, да, вот мне очень нравится идея, как открываются эти коробочки. Знаете, где вот такая идея конструкции открытия коробочек, вот именно вот так? Вот вспомните, да, я вам сейчас напомню, у ароматов Dolce & Gabbana The One. Вот так вот, да, все открывается. Ну что, давайте понюхаем, как это пахнет. Кстати, эти ароматы по какой-то причине еще не появились даже на фрагрантике, но, видимо, бракар выпускает так много парфюмерных композиций, что просто фрагрантика и не успевает. В общем, такой качественный, надежный картон. Ну, к упаковке этой линейки просто, ну вот видите, никаких претензий нет. Особенно мне, конечно, нравится упаковка у тартуфа. Ну, просто великолепно тут такой лесной пейзаж, олень на заднем фоне и так далее и тому подобное. Так, давайте посмотрим флакончик. Флакончик стандартный, 100 миллилитров. Кстати, объем и себя душить, и помещение пшикать, и бельевой шкафчик, где у вас белье, одежда, да, для ароматизации. Я, конечно, в бельевой шкафчик такие ароматы не пшикаю, потому что у меня в некоторых бельевых шкафах еще также расположены полки с дорогостоящей парфюмерией. Но в помещении почему бы не брызнуть, ну и вот в таких удачных условиях, как сейчас я на даче, тоже не хочется очень дорогих шикарных ароматов. Хочется что-то такого попроще. И вот, кстати, такие парфюмерные композиции часто приходят нам здесь в помощь. Так, ну, я думаю, вы посмотрели, такой стандартный бутылек, крышечка пластиковая, глянцевая. Вот так все выглядит стандартно, пока ничем не пахнет. Ну, сейчас я буду наносить этот аромат на руку сразу, потому что в случае чего смою вот такое вот обильное у него распыление, не задохнуться бы. Так, ну и опять же, да, этот аромат мне что-то напоминает из люкса. Вот пока, знаете, я боялась в этом парфюме услышать запах действительно кислого вина, что мне совершенно не хотелось сделать. Но на самом деле я слышу здесь, сейчас мы зачитаем с вами пирамиду, я не помню, я слышу здесь такую фруктовую корзинку. Фруктовую корзинку. Это мне напоминает какие-то ароматы из магнит-косметик, которые у меня были из такого довольно-таки бюджетного сегмента. Ну, может быть, масс-маркет на грани люкса, может быть, что-то люксовое. Если люксовое, то это может напоминать, например, какой-то парфюм из линейки Dolce & Gabbana Dolce. Вот, кстати, не зря мы с вами про Dolce & Gabbana, видим, поговорили, это как по наитию я сказала, не знаю еще, как пахнет этот аромат. Dolce роза, да, новенькая, которая, собственно-то, розой не пахнет, а пахнет фруктовой корзинкой. Даже что-то есть здесь от Dolce & Gabbana Pion Dolce, опять же, линейка вот с этими такими пластиковыми цветочками, где вместо пиона мы больше слышим сливу. Это вот, помните, такой вот фиолетовый флакончик, если получится, я тут ставлю, у меня есть флакончики даже из личной коллекции, да. Мне очень нравится, в общем, винища никакого кислого алкогольного запаха я здесь не слышу. Это большой плюс, потому что я не хотела, я боялась вот этого игристого вина, которое тут красное указано, потому что вином я пахнуть абсолютно не люблю, шаппатским еще куда ни шло, но винищем бы не охотелось, да. Это ягодный аромат, тут написано, моментально создает радостное и беззаботное настроение. Ну, в принципе, да, я это подтверждаю. Открывается легкой кислинкой ананаса с бархатистой сладостью абрикоса. Вот я тут больше слышу сливу и малину, чем ананас, абрикос, нужно сказать. Дальше пишут, что это яркий фруктовый аккорд, символизирует щедрость итальянского сада, а розовое шампанское придает композиции легкой. Ну, вот может быть, не винище, да, красное, сухое, кислое, а вот, да, сладкое, полусладкое шампанское, возможно, подключив фантазию, здесь себе представить. Сердце аромата написано, нежный флёдоранж и сливочная карамель. Вот, видимо, да, карамель придает сладинке. Вот она, вот эта карамель сладкая, такая вот расплавленная, тягучая, уже раскрылась на руке. Пока в воздухе летают лёгкие фруктовые, малиново, такие вот сливовые флюиды, мне ананаса и абрикоса, как тут пишут, не положили, мне почему-то положили сливу и положили малину, да. На руке уже раскрылась немножечко терпковатая карамель. Вот эта, кстати, терпковатость мне не очень нравится, но такую я встречала во многих парфюмах. Так, вспомнила, да, на что мне напоминает эта парфюмерная композиция, кроме ещё Дольче Энгабана, но звучит, конечно, не как Дольче Энгабана, Дольче Энгабана, но руке-то такой горечи не выдаёт. Тут какая-то терпкая горчинка вместе с карамелью и с ягодно-фруктовыми нотами. На руке какая-то знакомая нота, и вот у меня уже началось першение, да. Может, флёрд-оранж, да, который я, собственно, редко когда почитаю в парфюмерных композициях, даёт такое терпкости звучания. В общем, знаете, Жан-Артес, да, аромат, если я найду, я вам вставлю. У меня он тоже был в парфюмерной коллекции в очень красивом флакончике, таком розовеньком, вот он примерно так же пах, да, в общем, с пуманты. Порадовал меня тем, что не пахнет кислым вином, это хорошо, но разочаровал меня тем, что он всё-таки пахнет дешевле, чем даже Сорбета. Сорбета всё-таки похожа чем-то на Эскаду, а это запах ниже класса, мне так кажется. Это масс-маркет, всё-таки, да, вот такой, как он и есть, но Бракара-то и есть масс-маркет, ну, и здесь запах получился действительно масс-маркетовский. Вот очень интересно, как лимончелло, да, пахнет. Постараюсь заказать вам и в следующий раз рассказать. Сорбета, значит, мне очень понравилось это что-то из Эскад. Эскада у меня даже есть в моей коллекции некоторые. Так, ну и тортов, конечно, всем рекомендую попробовать, кто не боится сложных. Таких вот пряно-древесных оттенков. Ну, тут вот примерно, да, действительно, замашка на нишу получается здесь. Мне кажется, всё испортила вот эта вот карамель. Сначала вот это, да, первые брызги, это жизнерадостные раскрытия ягодно-фруктовых нот, и потом это всё портится, да, карамельно-флерно-оранжевыми нотами. Может быть, если бы положили карамель, но не стали добавлять вот этот флерно-оранж, то было бы гораздо лучше. Но, опять же, я вам рассказываю своё личное субъективное мнение, которое может отличаться также от вашего. На этом и есть множество парфюмерных блогеров, чтобы вы представляли картину в общем, как каждый из нас представляет тот или иной аромат. В общем, с пумантом мне не особенно понравился. Понравился, то есть в старте. Как звучит на коже, не понравился. На коже он действительно звучит очень дёшево и по масс-маркетовскому. Как-то горьковато, терпковато, карамельно, с примесью, ну, вот, с примесью такой немножечко душноватой фруктовости. Вот сейчас звучит на коже, естественно, пойду смывать. Ну, а что поделать, да? Ну, и такое бывает, самое главное, что парфюм, он недорогой. Даже воздух, наверное, его не буду пшикать. Не знаю, подарю кому-нибудь, подарю, может быть, совсем молоденькой девушке какой-нибудь. Ну, найду, что сделать с этим флакончиком. В общем, такой вот был мой отзыв. Надеюсь, для кого-то он будет полезным. Если вы по-другому воспринимаете этот аромат, и на вас он по-другому раскрывается, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Будет очень и очень интересно. А на этом я уже буду завершать данное видео. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам говорю пока-пока. Всех целую. И до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся. Продолжение следует...